Сегодня я подготовила для вас несколько новинок, и кстати говоря, не только косметики, также еще предмет одежды вам покажу, очень-очень классный. Давайте, наверное, сразу с него и начнем. Хочу вам показать свои новые ботинки, вот такие вот, ой, они в кадр не влезают. Сейчас, секундочку, давайте один вам покажу, вот так вот он выглядит. Это ботинки от компании Solo Shoes. Я уже показывала вам от этой же компании кроссовки, которые до сих пор ношу постоянно, вот только приходит вот такая вот ранняя осень или поздная весна. Я с ног их просто не снимаю, потому что они очень удобные, очень комфортные, и в то же время стильно выглядят в каких-то аутфитах. Что же касается вот этой модели, я когда ее увидела, кстати, Solo Shoes, если вы не знаете, что это за компания, это украинская компания, которая делает обувь под заказ, то есть по вашим меркам ноги, любого цвета, любых комбинаций, я не знаю, да все что угодно, любую подошву можно выбрать, поэтому как бы здесь вы абсолютно ничем не ограничены, ну максимум может какой-то палитрой, которая у них есть, но у них она очень широкая, поэтому всегда можно выбрать, что вам нравится. Конкретно даже вот эти можно сделать любого цвета, или там, например, переднюю панель вот эту сделать одного цвета, вот эту часть сделать там другого цвета, задник сделать другого цвета, или что-нибудь там еще, может быть, вы придумаете. Мне же конкретно нужны были более такие банальные, скучные ботинки, которые бы подходили под, ну, всякую вот такую вот теплую черную мою одежду, поэтому я выбрала вот такие вот самые, можно сказать, скучный вариант, золотая здесь фурнитура, и вот это вот сугубо декоративный элемент, то есть расстегиваются они на самом деле с этой стороны. Подкладка у них зимняя, ну, как бы из плюшевого медведя, скажем так, и основа это натуральная кожа. Понравились мне безумно эти ботинки, вот второй раз я уже с этой компанией имею дело, и вот они меня не разочаровывают, потому что качественно все сделано, кожа такая плотная, вот как и надо, для того, чтобы она хорошо носилась, и вот этот вот, вот эта подошва, это такой вот трактор, который идеально подходит, если у вас зима не холодная, а вот такая вот скорее больше, как это сказать, мокрая, да, вот в Одессе это типичный вариант, это нападает снег, потом он тает, и вот это вот такая каша под ногами вечная, поэтому если смотреть с практической точки зрения, то вот это отличный вариант, классно ходить там всякие дела свои делать, гулять с собакой, если у вас есть дети, гулять с детьми тоже отлично, потому что высокая подошва, ногам не холодно, и они очень прочные, то есть они вот на ногах вот очень так хорошо сидят, прочно, у них шоурум находится в Киеве, если вы не с Украины, я не знаю, как они отправляют, не отправляют, это можно у них уточнить, я здесь точно не буду вдаваться в подробности, но в Украине они отправляют новой почтой без каких-либо проблем, по срокам обувь они делают до 10 рабочих дней, но опять-таки нужно понимать, что лучше вообще все, что делается под заказ или везется где-то под заказ, лучше не брать впритык, то есть если вам это, не знаю, на какое-то мероприятие, да, нужно ровно через 10 дней, то я бы в вашем случае все-таки какой-то запас бы лишних пару дней взяла, потому что, ну мало ли что, где-то там задержится, где-то они там чуть позже отправят или новая почта дольше будет доставлять, короче говоря, рассчитывайте так вот где-то на недели-две, так это точно, потому что вот два раза, когда они мне делали, чуть дольше было, чем 10 дней, но для меня это вообще не проблема, потому что я никогда не заказываю обувь, вот прям вот мне горит, вот срочно надо, поэтому если вы с таким же подходом, то я думаю, вам вполне тоже понравится, что же касается размеров, кстати, тут тоже такой момент, мне кажется, что они немножко мало мерят, хотя они делают по мерке ноги, я или я неправильно меряю свою ногу, или все-таки чуть-чуть они меньше делают, чем вот мерки, ну, наверное, я меряю свою ногу неправильно, но с этой проблемой вы можете столкнуться, поэтому я вам даю такой небольшой совет, я ношу либо 39, либо 40, в основном 39, но в обуви Solo Shoes мне вот не меньше, чем 40 они всегда делают, то есть 39 на меня конкретно маленькие, а 40 на меня прям вот впритык хорошо, поэтому, в общем-то, да, еще один такой совет, ну и давайте теперь перейдем к косметике. Хочу вам показать новинку, тональная основа от Гош, это тональная основа называется Foundation Plus Cover Plus Conceal, то есть, короче говоря, я так понимаю по названию, что намекается на то, что это очень плотное покрытие, которое работает как консилер, то есть не просто тональная основа, но еще и консилер, два в одном. Что хочу сказать, мне тональная основа, это понравилось для меня лично, я бы ее не использовала для работы визажиста, потому что она более такая как бы сияющая, у нее неплохое действительно покрытие, но вот она сейчас у меня на лице находится, но вот все-таки она не втушевывается в кожу, вот прям вообще идеально совсем, то есть все равно она чуть-чуть более плотно выглядит на лице, но в принципе мне нравится, я для себя могу запросто пользоваться, мне вот такой вот финиш нравится. Что мне не нравится в этой тональной основе, так это ее упаковка. Я не знаю, почему было принято решение сделать вот такую упаковку с носиком, но эту тональную основу отсюда выдавить, это целое занятие, это знаете, это можно в тренажерный зал не ходить, а вот просто покачать вот эту вот упаковку. Маленькая вот такая баночка, но в то же время тональная основа очень плотная, ее реально надо вот, сейчас я вам покажу, ее реально надо вот просто выдавливать со всех сил, и ну вот видно, да, тональная основа она не течет, это не водичка, то есть оттуда так просто ничего не достанешь. И ладно, когда она еще новая, то есть там много продукта, и он легко выходит, но когда нужно будет уже по сусекам там скрести, вот она, то это будет проблема 100%, то есть можно, не знаю, разрезать ее придется. У меня оттенок это четвертый, четверка мне подходит идеально, и вот нужно отдать должное компании Гош, они молодцы в плане растяжки оттенков, вот действительно широкую делают растяжку оттенков. Для меня Гош это, знаете, такая профессиональная марка из масс-маркета, вот в Америке есть NYX, тоже компания, которая делает широкую растяжку цвета, множество текстур разных, и вот это именно такой профессиональный подход к косметике. Вот Гош это европейский вариант, наверное, профессиональной такой косметики из масс-маркета. Стоит, конечно, эта марка не так дешево, как другие марки из масс-маркета, но мне кажется, что это вполне оправдано. Так, давайте теперь перейдем к следующему продукту. Покажу вам карандаш для бровей, долго я не пользовалась никакими карандашами у себя в бровях, вот решила попробовать это карандаш от Colourpop, и он вам ничего не напоминает, он мне конкретно напоминает, например, Анастасия Уэрли Хиллс Брау Уиз, или скорее даже не Анастасия, он мне напоминает, а карандаш от MAC, потому что у них, наверное, у первых появились вот такие очень тоненькие карандаши, а потом резко почему-то все решили, что Анастасия была первая со своим Брау Уиз. Почему MAC он мне конкретно напоминает? Потому что здесь упаковка такая же, как у MAC, то есть если вы выкручиваете карандаш, назад его закрутить уже нельзя, то есть это единоразовое действие вы выполняете, которого обратного действия уже нет. Вот у MAC точно такие же карандаши, и, ну, это немножко минус упаковки, ну, не знаю, в общем-то, возможно, такой вариант стоит дешевле, чем тот, который крутится в обе стороны, я не знаю, в чем причина именно выбора такой упаковки. Что касается самого карандаша, я взяла оттенок блонд. Карандаш неплохой, вот сейчас он у меня в бровях, немножко, совсем слегка может теплить, вот, может быть, сейчас этот цвет хорошо передаст этот момент, потому что вот здесь вот где-то вверху брови немножко такой вот более теплый такой пшеничный блонд, нежели холодный. А мне вот холодные оттенки больше подходят. Я им как бы запросто могу пользоваться, в реальной жизни этого практически не видно, но под студийным светом это вылазит, поэтому для съемки это лучше его использовать только на теплых таких цветотипах, там где теплого оттенка брови светлые. Давайте перейдем дальше к следующим карандашам. Покажу вам еще 4 карандаша от Гош. У меня появилось, это карандаши для губ, и здесь у меня 4 оттенка. Что хочу сказать, давайте общее впечатление сначала. Карандаши от Гош реально крутые. Вот мне для глаз безумно нравятся вот такие вот черные карандаши, и для губ обалденные просто карандаши. Тут все просто зависит сугубо от того, какой вам цвет нужен. Эти карандаши, они, знаете, идеальное такое сочетание сухости и скольжения. Вот как-то так бы я писала. То есть они хорошо скользят по губам, то есть нет такого, что им прям сильно надо там вырисовывать какой-то момент. Вот нормально скользит, но в то же время он достаточно сухой, чтобы зафиксироваться на губах и не ползти никуда дальше, ни в морщинке, никуда. Стойкий вариант, очень тоже водостойкий здесь написано. Водостойкость его я не проверяла, но действительно стойкий карандаш, очень мне нравится. У меня есть несколько оттенков, я вам свочи покажу. Конкретно, чтобы я какой-то из них рекомендовала, я не могу сказать, что у меня прям есть какой-то бешеный фаворит. Любой берите, зайдите в магазин, посвочите. Какой вам понравится цвет, такой берите. Они вот все одинаковые по своему качеству. И могу рекомендовать вам абсолютно любой. У меня вот для коллекции визажиста отличный вообще вариант. То есть не надо искать там что-то более дорогое, искать каких-то профессиональные марки. Вот это очень классный вариант, больше даже не нужно. И покажу вам сразу тоже дополнение к этим карандашам. Три помады у меня появилось от Гош, опять-таки. Это матовая серия, вот такая черная упаковка, матовая серия. У меня три оттенка, опять-таки. Один из них Cinnamon, потом Grape и потом Cranberry. Что хочу опять-таки сказать. По качеству все три оттенка идентичны. То есть давайте я вам в целом расскажу, что это такое. Это матовая помада, действительно матовая. Но не в жидкой формуле, как мы ее все привыкли видеть в последнее время. А вот в такой стандартной пуле, скажем так. И стандартная упаковка у нее. Мне помада безумно понравилась. Она на губах выглядит так... Вернее, не выглядит, а ощущается так, как будто помаду просто припудрили. Вот очень комфортно. И больше того я вам скажу, она реально хорошо держится. Это удивительно вообще для помады вот в такой вот форме выпуска. В основном вот такие помады, они все равно грешат тем, что они отпечатываются. А вот это, вот я сейчас вам буду показывать оттенок Cranberry. То есть вот она застывает на губах, и она выглядит полностью матовой. То есть нет никакого вот этого блика такого. В то же время красиво и ровно покрывает все губы. Нет в ней плешивости. И вот если вот потом вот так вот делаешь, вот как бы целуешь, да, что-то легко, ничего не перебивается. Ну, то есть не то, что прям ничего, но вот буквально совсем-совсем чуть-чуть может перебиться. Но нет такого вот, как вот с такой помадой, как у меня сейчас, что если я, например, попью кофе с чашки, то на чашке потом будет видно отпечаток этой помады. Здесь же все очень стойко. Я с этими помадами ходила на бургере с друзьями. И вот я съела бургер, а помада при этом осталась у меня на губах. Для меня это вообще такое, что, как, и я не понимаю. У меня раньше такое только было с жидкими помадами, которые очень-очень стойкие. А вот эти, ну, реально прикольно ощущается, очень приятно на губах. Вот такой вот, ну, вот как припудренной помадой. Я по-другому ничего не могу сказать о них. Поэтому 100% рекомендую. Кстати, вот этот оттенок Cranberry. Просто, просто супер. Он тоже губы делает более белыми. И последнее, что хочу вам показать. Моя очередная покупка сухой шампунь Batiste. Я, наверное, вообще далеко не первая, кто вам эти шампуни показывает. Но реально крутая штука. У меня он закончился. И у меня просто аж руки чесались. В общем, мне его так не хватало. Я думаю, так, надо срочно его заказывать. Потому что если настолько дискомфортно, значит, реально крутая штука. Потому что с короткими волосами, да еще и сейчас сезон шапок. Шапки это вечная проблема. Дел шапку, снял. И у тебя волосы вот такие вот прилизанные. И жирнятся тоже намного быстрее из-за шапки. Поэтому вообще отличный вариант. Вот между мытьем головы освежать волосы. Сегодня, кстати, тоже этот шампунь у меня в волосах. Я сделала укладку. Хотя это, ну, где-то, наверное, третий день после мытья головы. По-моему, выглядит очень даже неплохо. Однозначно всем рекомендую. Как только вы подсядете на сухой шампунь, потом обратно пути уже не будет. Но жизнь ваша при этом станет намного проще. На этом я буду заканчивать видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Обязательно ставьте пальцы вверх, если вам это видео понравилось. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои видео в будущем. И сейчас, кстати, YouTube ввел нововведение, что он может не оповещать о выпуске новых видео, если вы не нажимаете колокольчик, который рядом с кнопкой подписаться. Если вы нажимаете колокольчик, то тогда 100% вам пришлют уведомление, что вышло мое новое видео. Если колокольчик не нажали, то даже в подписках могут не показать, что вышло новое видео. А я знаю, что некоторые из вас писали, что вам казалось, что я потерялась где-то из подписок. Ну так, в общем-то, лучше нажмите колокольчик, чтобы меня больше не терять. И да, на этом я буду с вами прощаться. До встречи в новых видео. Пока.